друзья подписчики всем огромный привет с вами и джин волкс в общем сегодня у меня такой день занятый был но это будет в отдельном видео новости ремонта но не вернее как занят планировался занятый но по итогу сильный ветер и слышите вот этот звук сейчас секунду паузу это огромное нашествие птиц просто гигантская стая птиц витает над моим лесом они там чуть на деревьях творят ну короче просто видимо пик перемене погоды и завтра вообще дождь обещают я планировал там носу эти сборки гаража но пока все отменяется из-за ветра потому что на ветре нельзя собирать можно испортить все погнуть его и потом вообще не соберешь и поэтому я решил сделать небольшой обзор по инструментам мы просили больше инструментов обозревать и этот набор я его по ходу покупал в прошлый приезд я не помню показывала его в покупках или нет ну короче его купил по акции забыл и он у меня вот это валялся я его короче нашел недавно тоже уборку наводил но это уже после того как я эти мелоки купил то есть если бы я знал что он у меня есть может мелоки бы и не покупал но по итогу мелоки супер-пупер поэтому я как бы не жалею но давайте рассмотрим этот набор я решил его открыть чтобы вести сразу эксплуатацию а не хранить еще целый год вот то есть пожизненная гарантия как обычно на деволт в комплекте как и в мелоки у нас было здесь имеется два ножа но там были оба складных только один такой тяжеловесный с хранилищем под лезвие а второй легковесный здесь у нас имеется один складной и один выдвижной то есть в прошлом видео где я вам обозревал мелоки я вам показывал другой деволт выдвижной этот нож сделан в китае этот нож сделан сша то есть вот три позиции выдвигания также как в том прочная полностью металлическая рукоятка усовершенствованный релиз лезвий ну извлечение лезвий смена лезвию совершенствована встроенной хранилище для лезвий получается и здесь и здесь есть и одной рукой открывается но здесь я так уже сразу вижу liner lock на мелоки были кнопки то есть этот нож я так понимаю он что-то по поводу аналога того мелоки который мы видели но я их тоже собой принес то есть сделаем распаковку потом в конце сравним то здесь получается все равно в этом наборе нету самого легковесного такого пластикового ножа как там бы клипса имеется то же самое только на компактном ноже а на втором ноже клипсы не имеется также как и было здесь нарисована инструкция как лезвие заменять вот по проводу производства написано что складной нож сделан в китае а вот этот большой нож сделан сша и в прошлый раз он показывал похожий нож но не такой точно вот этот вот этот нож по моему тоже сделан сша и он тоже выдвижной он горел это тяжелый то есть тоже полностью металлический нож с хранилищем под лезвие вот вот такой вот это и этот видно отличается и по внешности немного по дизайну короче давайте производить вскрытие так вот первое положение будет нам достаточно то есть вот эти ножи интересная он горел где есть три позиции потому что например в тех же мелоки такой функциональности нету а иногда видите вот как например в этом случае открытия упаковок или коробок картонных она может быть очень полезно для того что вы видите хотите вот например прорезать видите на определенную глубину но при этом не хотите прорезать насквозь или например повредить например товар который у вас коробки если посылка пришла или повредить вот как в этом случае например нож не поцарапать а слен с длинным лезвием если вы высуете длинное конечно это делать будет сложнее вот но мне не совсем удобно потому что через телефон смотрю так смотрим первый большой нож ну то есть вы видите он отличается мне кажется что этот нож более простой чем этот почему потому что здесь в основном все идет алюминий вот здесь небольшая вставка вот это из рина из резина пластика вот это желтая пластик черная резина здесь как вы видите тоже идет металлическая но вставки с пластика больше и больше резиновых накладок тут она и сверху под ладонь и снизу под пальцы и здесь боков для такого удержания и вот резиновая накладка такая здесь более сложный нож больше резиновых деталей и его удобнее лежать держать в руке меньше шансов что он выскочит по конструкции видите примерно то же самое вот точно такая же вот эта вот кнопка точно такой же размер точно такое же острие точно такой же здесь вырез я не знаю это или лезвие ломать или гнуть проволоку может быть это но это скорее всего а ну фиг видите то есть вот в этом положении вы можете перерезать какую-то леску например видите там уже видно нож и то есть в этом положении можно какую-то леску перерезать тонкую или провод или веревку но что такое но тонкая что-то отверстие не такое большое на мил вуки если кто помнит и вам показывал эта функциональность получше реализована здесь провода можно защищать резать веревку это тоже алюминиевый нож вот здесь это как-то вот по-другому сделано с каждой как бы получается в каждом ноже тут есть свои плюсы и минусы здесь это все уже упростили тут резиновой накладки нет тут нет есть просто вот такие вот насечки но качество скольжения конечно по резине и по этим насечкам ну то есть палец просто вообще скользить легко ну то есть они помогают но не так как здесь здесь резидеально за эту резину что сверху что здесь ты цепляешься это упрощенный нож в этом наборе модель ножа вот видно на этом ножи не знаю где модель нигде не указано может быть где то есть я не вижу короче так здесь какое-то отверстие вот тут в этом отверстие а получается вот одинаково то есть тут просто нет этого отверстия здесь и сквозное отверстие зачем она непонятно под темляк здесь просто отверстие в этом ножи видите вот такая вот канитель я вам ее в прошлом видео показывал обозревал кнопка для хранилища лезвий вот нажимаете и вот она открывается хранилище лезвий видите здесь у нас лезвие dewalt оригинальные их здесь имеется пять штук то есть здесь вот это вот тоже плюс что есть лезвие в комплекте потому что ну качественные лезвия тоже стоит денег если в принципе покупать по акции оптом их он типа по 50 по 100 штук то супер дешево за лезвие получать если маленькими количествами покупать они тоже достаточно дорогие ну качество здесь dewalt а видите не особо прокрашена и так кривовато как-то ну зато сша так вставляем лезвия по моему надо выдвинуть нажать вот эту и ждать пока она там зафиксируется вот она зафиксировалась то есть вот это для извлечения лезвия вытаскивается точно так же как в том же нажал и потянул за него и вот все у нас работает то есть в этом положении в закрытом можно вот это порезать леску или веревку а дальше видите там выходит какая-то защита которая этого сделать не позволит первое положение ножа второе положение ножа и все она зафиксирована видите и третье положение ножа максимально выдвинута это удобная функциональность вот вот три положения так как на упаковке указаны закрыли так давайте смотри второй нож то же самое выдвигаем в первое положение так не очень удобно камеру наклоним вот раз видите прорезали не боимся отрезаем разрезаем вот здесь сейчас тоже дорежем плохо видно через телефон конечно когда снимаешь все сложнее происходит так упаковку уже выбрасываем ну да такой прикольный легкие короче типа алюминиевый но здесь уже видно вот школ краски имеется хотя нож новый вы видели только из упаковки достать но не знаю может не вина деволта может их уронил где-то хотя вряд ли он же вот так был запакован от внутри было дефект это уже плохо будет идти окисление качество вот это конечно китай но неплохое ну сразу по виду скажу что так как вот эта фигня открывается а вот это что ли кнопка да вот а здесь есть одно лезвие здесь одно лезвие насколько хранилища тут не понятно то есть просто вот так и вот здесь нажимаете вот раз два вот это крепление для темляка из пластика крышка это тоже из пластика внутри вот такой механизм нержавейка скорее всего закрыли сложение liner lock как по мне но конечно не такой удобно и как и на кнопки реализована умел воки ну как бы нож нормальный но вот это честно и получается его налог здесь тоже есть хранилище для лезвий так сейчас вот видите здесь кнопка но здесь реально вы его мощи одной рукой раскрыть тоже неудобно просто через это вот здесь хранилище под лезвие вот он к в руке сидит очень удобно за счет эргономики вот этой и вот он складывается тоже здесь сложить вот так разложить типа одной рукой но это реально неудобно видите с трудом это дело может он разработается потом клипса здесь такая проволочная вам показывал с такой этой штучкой здесь клипса чуть слабее по моему да здесь помощней клипса чуть слабее но она такая вот как с листового металла и более тонко короче мелвоки мне честно говоря нож больше тут нравится хотя мне но им горилл я как бы и деволт мне нравится но тут мелвоки явно вы мелвоки как мне кажется явно выигрывает так вставляем лезвие вот она вставилась зафиксировалась ну он смотрите здесь видите люфтов практически нет вот он слаживается все он сложен здесь ну одной рукой его реально сложно открыть тем более если в перчатках хрен вы его откроете тем более у меня пальцы еще тонкие с толстыми пальцами но это нереально по крайней мере в данной конфигурации здесь надо все равно второй рукой помогать здесь он реально одной рукой открывается вот я вам показываю на по факту здесь закрыть его можно одной рукой но то же самое только с двух движений то есть раз-два так просто вы нажали нифига он не закрывается так его сильно но не поможет ничего здесь вот то есть вы его реально можете открыть и закрыть с одного движения при небольшой тренировки короче нож так себе вот по удобству в руке но нормально но и все равно удобнее это удобнее лежит в руке это какой-то но видите он не по форме руки вообще сделал то есть такое и здесь как бы ну но не знаю не очень это реально видите ложится как под руку вот этот обалдеть вот за счет того что здесь под пальцы вырезана молоки больше мне нравится по цене они одинаковые набор ножей по-моему 15 но вот этот нож тут хороший но то же самое в этом наборе попроще модель вот этот мне больше нравится по весу этот тяжелее не знают легче нож наверно вот эта резина пластмасса все-таки тяжелая этот нож намного тяжелее чувствуется ну как не то что на супер много но он видите он как бы и побольше вроде вот здесь вот у него эта ручка больше видите за счет этого мне кажется вес это нож очень удобный короче давайте сейчас какой-то маленький она вот последний нож который который пока от деволта аналога у нас нету то есть это самый легковесный здесь есть металлические лайнеры а сами накладки из какого-то вот жесткого пластика вот тоже самое он складной но здесь нет хранилища для лезвий то есть самый легкий нож а вот этот деволт я так понимаю что он какой-то аналог этого у них примерно одинаковая функциональность алюминиевые рукоятки хранилища под лезвие ну по размерам они примерно похожи но темпо темляк отверстия здесь больше вот это вот для чего-то я тоже не знаю стекло ломать или чё вот это здесь зачистка проводов здесь такого нету короче муроки лучше вот этот нож вот вот этого аналога нет а эти супер ну тоже не уроки у нас пока аналога нет так давайте сейчас что-нибудь попробуем постругать для тестирования короче берем вот ветку бамбука это я ее только что срубил ну как она уже подсохшая была поэтому я решил ее срезать но надо было какую-то брать давайте начнем самого легковесного ножа раз два видно не видно 34 ну короче так нормально работает давайте следующий у нас вот этот по легковесности идет примерно то же самое теперь тестируем вот этот мелвоки этот уже удобней ну мне так кажется что этот поудобнее режет и давайте вот этот этот еще удобней за счет здоровой рукоятки просто вообще режешь так как по маслу и последний нож так не очень удобно так раз 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 теперь режем сам ствол для ну так продолжаем дальше вроде идет хорошо так следующий ясно вот этот мелвоки этим уже сложней следующий вот этот деволт тоже так этим уже сложней всего возвращаемся к этому ну тут у нас уже супер толстый бамбук пошел без проблем и без проблем здесь мы уже попали в это но видите все эти ножи здесь не тянут но этот в принципе отрезал там мы просто попали в это в сочленение так вот этот самый легкий в принципе идет ну а ну здесь уже лезвие видите бамбук конечно убивает эти лезвия здесь уже лезвие попорота из-за этого он не режет наверное когда попал в этот в бамбуковую этот узел все лезвие покурила так давайте еще раз самый легкий отрезал дальше идем этот уже с плохим лезвием уже все лезвие покурила уже не отрезать здесь лезвие нормально отрезают так ветку он пока еще берет давайте лезвие перевернем чтоб все было по честному дальше пробуем ну все лезвие починилось и под дело пошло все от лезвия зависит так дальше у нас вот этот уже тяжело идет бамбук уже очень толстый так теперь вот этот дальше вот этот вот этот и вот этот ну все дальше уже нет смысла потому что он уже пипец реально толстый короче друзья по факту самый мощный вот этот получается им легче всего резать это на втором месте этот на третьем это на четвертом ой вернее этот на третьем это на четвертом это на пятом этом сложнее всего резать но они все для разных задач то есть эти для я вам говорил хранения в своем ящике и для стационарных работ по месту этот универсальный можно и хранить и носить с собой но за счет того что он складной конечно его лучше с собой носить он легкий удобный у него есть клипсы эти для ношения не предназначены они слишком тяжелые слишком большие нету клипсы вы их во первых будет тяжело таскать они много места в карманах занимают и их легко потерять этот нож типа компактный но мне он показался попроще чем мелвоки менее удобный менее красивый менее функциональный вот этот вот деволт ну может и наборы они ложат такие хотя это тоже из наборов вот короче пока по факту для ношения мои любимые вот этот его проще всего с собой носить он вообще супер компактный супер легко открывается легко закрывается вот этот как бы вообще самый любимый из всех получается и ну а для стационарных работ особого выбора нету вот этих вот этот нож этот попроще он горел здесь уже упрощено ну короче вот так вот это вкратце своими словами этот как бы просто ну неплохой и нехороший такой нож как нож еще типа стэнли короче вот на мелвоки порадовали и вот этот деволт старый порадовал который американский вот этот похуже вот ну ладно друзья это просто мое мнение видео еще долгое получилось поэтому все буду отключаться пишите комменты ставьте лайки и да благоволит к вам господь пока пока с вами был юджин бокс